Завтра на республиканском стадионе Олимпийский будет дан старт соревнованиям по лёгкой атлетике, которые проводятся в рамках летних игр паралимпийцев «Мы вместе спорт». Соревнования одобрены Всемирной Федерацией паралёгкой атлетики, а это накладывает дополнительные требования к квалификации судейского корпуса. С преподавателем и слушателями спецсеминара пообщался наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Это первый за последние семь лет узкоспециализированный семинар, который для судейского корпуса России, обслуживающего состязания пара королевы спорта, проводит специалист профильной Международной Федерации. Половина из 80 задействованных в обслуживании соревнований судей воспользовались возможностью повысить профессиональный уровень. Обслуживала такие соревнования, как чемпионат мира, универсиада. И вот этот вот семинар очень значимый, так как здесь мы получаем как раз знание в том, в разнице между соревнования здоровых спортсменов и паралимпийских. И, конечно, также очень значимо, что здесь у нас есть возможность получить вот этот вот международный сертификат уже по паралимпийцам. Теорию закрепят по ходу соревнований, в которых судям еще предстоит пройти письменное контрольное тестирование. Так что вместе с участниками летних игр экзамен на профессиональное мастерство будут сдавать и арбитры. Сертификат международного образца вполне может стать билетом в паралимпийский Париж 2024 года. Но это отдаленная перспектива. Пока же в течение пяти дней арбитрам предстоит нелегкая работа. Ведь на их плечах не только строгое соблюдение правил, но и фиксация рекордов и достижений. А по мнению генерального директора азианского паралимпийского комитета господина Тарека Соуаи, они наверняка будут. Город прекрасный, прекрасная погода. Это мой первый визит в Россию. Побывал в Москве, мне все очень понравилось. И говоря о месте проведения соревнований, стадион очень высокого уровня. И я уверен, что в ближайшие дни мы сможем наблюдать за очень хорошими соревнованиями и выступлениями спортсменов. По предварительным данным мандатной комиссии борьбу за награды в трех группах, легкоатлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата зрения и интеллекта поведут почти 400 спортсменов из более чем 40 регионов России, а также их коллеги из Белоруссии. Присутствие на соревнованиях технического делегата Международного паралимпийского комитета значительно повышает ценность Кубка Победителя. Ведь результат, показанный атлетом, попадает в мировой рейтинг. И в случае выполнения квалификационных требований это официальное приглашение на Паралимпийские игры 2024 года. Так что на стадионе Олимпийский в эти пять дней будет действительно жарко. Вячеслав Ильин, Игорь Ульянов, Вести Чувашия.